Всем-всем огромный привет! Это такое коротенькое видео будет, как видеоотчет с телевидения. Я только что приехала оттуда и хотела бы рассказать, что, как, чего, почему. Поэтому, в общем, проснулась я сегодня в 5 утра, потому что в 6 со мной уже приехала машина, которая отвезла меня на студию, телекомпанию Мира, потому что меня показывали по каналу Мир24. Я думаю, не многие знают, или наоборот многие знают, это просто я телевизор не смотрю. Вот, и, как бы, я по моему голову подготовилась, не нужно было краситься, потому что там сказали, мне нанесут грим, собственно, который у меня сейчас на лице, который носят все ведущие, то есть я не выбирала. То есть, какой обязан мне были сделать макияж, у меня такое и сделали. Но, в принципе, мне нравится, не знаю, он такой дневной, неяркий, и мне нравится, не знаю, как вам, напишите в комментариях. И, в общем, в 6 утра я забрала машина, на улице еще тянути, но вообще, как ночью. Меня довезли туда, где-то, наверное, минут за 20-25, и там вот меня начали красить. Это тоже заняло минут буквально 10-15, то есть очень быстро так, да, шух-шух-шух-шух-шух. Вот. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Вот, и потом еще мне прицепили петличку То есть сюда я прицепила петличку сзади на рубашке, точнее к джинсам Такой блок, который как бы, который позволяет работать петличке Потому что она как бы по сути беспроводная, то есть ты с ней хочешь везде получается И сказали, вот сейчас ты тут стоишь, готовься Вопросы, на которые я должна была отвечать, мне скинули еще вчера ВКонтакте Но ведущие немного изменили, то есть, ну, по ходу пьесы, как я поняла, там все меняется Ведущие как бы ведут так, как им удобнее, как это подходит, наверное Я не знаю, в этом не разбираюсь И, в общем, меня завели в комнату, когда был перерыв, то есть там все на телевидении так круто Допустим, вот они отвели ведущую свою часть Дальше, допустим, какая-нибудь передача И вот пока эти передачи меня завели, поставили на вот такую, наверное, платформу Потому что я низенькая, я 158 сантиметров Вот, и, ну, поздоровались, спросили, как дела, тому подобное И там огромный-огромный хромакей То есть это вы видите в передаче по телевизору, что как будто там фон Типа как здания такие на оранжевые На самом деле это все хромакей, и видеоблогеры, наверное, сейчас поймут И как бы, да, это все такая тема, что, да, можно снимать на зеленом фоне, как это делают многие блогеры И на телевидении точно так же А, ну или потом можно еще сделать А потом там будет? А, там главный берег Да За три минуты есть только И как бы меня там поставили И все, потом сказали Эфир, начинаем Камера, мотор И, как бы все сказали Милен, доброе утро То есть все как положено в передаче Начали задавать вопросы Я на них начала отвечать Собственно, вы сейчас сами все увидите Потому что мне прислали отрывок с эфира Так как, я думаю, его видели буквально пару человек Потому что это было в 7.15 И это был прямой эфир Я довольно-таки волновалась Потому что, представляете, что это я сейчас снимаю Я могу спокойно смонтировать Выразить там то, что у меня не получилось То, что мне не нужно А тут мало того, что телевидение Это уже не я монтирую Так еще и прямой эфир То есть ты сразу транслируешься по телеку И я такая, о боже, если что-нибудь не то скажу Но, в общем-то, получилось нормально Вроде бы оценивайте сами Сейчас вставлю кусочек Все-таки сидение в интернете до хорошего доводит И у нас есть тому хороший пример В гости на наш утренний завтрак Приехала блогер Милена Чужова Милен, доброе утро Доброе утро Вот говорят, что ты добилась популярности благодаря интернету Что ты делаешь? Я снимаю видео различные о том Ну, в основном девчачьи Как делать макияж, прически и тому подобное И выкладываю это в интернет Кому это нужно? У тебя есть зрители, у тебя есть подписчики? Как это работает? Да, очень многие люди сейчас смотрят Это развивается в России И на данный момент у меня 330 тысяч подписчиков 330 тысяч подписчиков Подожди, а помимо популярности Ты еще зарабатываешь эти? Да Но тебе еще нет 18 Да Ну ты молодец, это потрясающе Да, это похвально А родители как к этому относятся? Хорошо относятся, поддерживаю Ну, то есть они говорят Ну-ка давай из интернета Иди там с девочками Семечки щелкать на скамейчиках Сначала так говорили Не понимали мы увлечения А потом, когда я начала просить доход Как бы они видели, что это не отнимает очень много времени Такого школьного То хорошо начали очень относиться А как тебе пришла в голову эта идея? Ну, я всегда с детства смотрела Лет с 11 видеоблогеров Когда это было популярно на американском ютубе Вот И мне нравилось Я всегда хотела быть такой же Тоже что-то снимать И с того момента я и начала Она тогда была маленькая Как бы это никому особо не было интересно А в 15 лет я уже начала серьезно Как бы и тогда пошло-поехало Знаешь, у нас есть возможность посмотреть фрагмент твоего блога Как раз мы и узнаем о чем, что там рассказываешь Так, внимание вот на экран Ничего я больше в своей внешности так не ненавижу, как свой нос И я вам говорю прямо Это мой самый большой комплекс Мой нос Да Здравствуйте, я Милена И мне не нравится мой нос И я искала в интернете Как же изменить нос Как сделать его более маленьким Как сделать его более остреньким Более вздернутым Более прямым Все такое И ничего не находила Слушай, ну во-первых, потрясающее качество видео, надо сказать Ты снимаешь вот на этот фотоаппарат, который ты принесла сегодня с собой Да Что ты делаешь? Ставишь перед собой фотоаппарат Саму себя снимаешь? Да, сама А потом как монтируешь это или прям сразу выкладываешь? Нет, тоже монтирую с собой То есть у тебя есть программы на компьютере А как приходят в голову идеи? То есть это вот ты рассказываешь именно о том, что тебя волнует Или тебе уже задают вопросы? Ну, либо меня просят о чем-то Я смотрю из того, что больше хочется увидеть зрителя Либо просто на меня приходит какое-то вдохновение И я снимаю то, что мне нравится Какое вдохновение на тебя последний раз снизошло? Ну, вот последний раз я сняла видео о том, как сделать идеальное селфи Расскажи нам, как сделать селфи Да, идеальное Расскажи Ну, в общем, три главных правила Это свет, ракурс найти свой и улыбка Без улыбки нет? Ну, можно, если так задумано Но вообще всегда лучше получается с улыбкой Слушай, ну здорово Давай вот лучше расскажи А заработок-то откуда? Это партнерские программы на ютубе И рекламодатели, которые иногда заказывают что-то То есть у тебя уже рекламодатели есть? Да То есть есть компании, которые к тебе обращаются И просят прорекламировать их продукты? Да, либо дают бесплатно на пробу, чтобы честное мнение А, чтобы было честное мнение А, ну то есть ты все-таки, вот у тебя честный блок То есть ты не продаешься за деньги И заведомо плохое не рекламируешь Да, если так говорю честно Если мне не понравилось, то как бы я так и скажу Елена, а откуда, как ты думаешь, почему такая популярность? Ну вот такое количество подписчиков? За какое время вот это произошло? Ну, резко они начали набираться где-то через пять месяцев После того, как я начала снимать Мне начали набираться, так набираться, набираться И, видимо, рассказывать друзьям, те друзьям друзей Вот, и людям сейчас это интересно Очень много сидит в интернете Как детей, подростков и взрослых И уже, как бы, на ютубе очень много видео постоянно смотрят Я думаю, так находят видеоблогеров Слушай, ну у тебя же есть, наверное, конкурентки Девочки, которые тоже снимают Ну, я не считаю их конкурентами Мы все общаемся очень хорошо Общаетесь? Да, делимся опытом То есть у вас уже целый клуб юных блогеров получается Да Как уменьшить нос, увеличить губы Ну, в принципе, девочкам всегда это было интересно И будет это интересно Скажи, пожалуйста, а как в школе к тебе относятся одноклассники, одноклассницы? Очень хорошо относятся Всегда поддерживали тоже меня Ну, то есть, твое мнение для них является авторитетным? Или они говорят, посмотрели мы вчера твое видео, ну ерунду ты говоришь Нет, нет, они всегда хорошо относятся То есть, вот ты как авторитет? Ну, не прям авторитет, но уважают А на улицах тебя узнают уже? Да, узнают Автографы просят? Да Парни пишут? Ну, нет, у меня закрыта речка Скажи, пожалуйста, ну сейчас, к 8 марта уже есть мысль сделать какое-нибудь видео для парней? Окей, вот мальчики, кроме как подарить цветы и коробку конфет, не знают, какой подарок сделать Вот не задумывалась ли ты о том сделать? Ну, я думаю, что-нибудь снять такое, но пока идея еще не пришла Ну, вот чего бы ты хотел на 8 марта? Ну, не знаю, мне достаточно просто близких людей рядом Я думаю, что у меня Лена снимет видео о том, как хорошо выглядеть день 8 марта, да? Ну, как вариант, почему нет? Скажи, пожалуйста, о чем ты больше рассказываешь? О продуктах, о косметике, о стиле жизни, о нарядах? Изначально я начинала прям узко о косметике, о внешности А потом уже людям начала интересно быть моя жизнь, чем я занимаюсь Поэтому я снимаю и просто дни из жизни То есть беру камеру и целый день снимаю, что я делаю И всяческие просто видео, которые со мной, в принципе, даже не связаны То есть все практически Ну, вообще, вот такая популярность, она, как ты думаешь, не помешает тебе в дальнейшем в жизни? Ну, вообще, есть и плюсы и минусы То есть хорошо, что ты это понимаешь Да, да, которые я уже ощутила Потому что, ну, из плюсов, разумеется, это как бы то, что узнают Приятно общаться со зрителями, которые любят, спрашивают что-то Но при этом есть и ненавистники, которые бывало Как-то узнают мой телефон, озванивают на мой адрес, вызывают такси, заказывают мне еду Такое бывало частенько, приходили домой Не, ну, идут, наверное, хорошо Единственное, что платить только тебе приходится, или они оплачивают? Нет, мне Вот, все-таки, мир злой у нас, да? А в дальнейшем кем ты видишь себя? Я поступлю на оператора, я думаю, что я буду прям серьезно продолжать этим заниматься Я сразу посмотрел вокруг, вот у нас здесь просто две девушки оператора Так что у тебя большое будущее, как видишь, девчонки операторами действительно становятся Потом можешь с ними поговорить, узнать, как они себя ощущают за камерой Ну, вообще, конечно, потрясающе И вообще, мне кажется, за блогерами некое будущее И особенно за видеоблогерами Скажи, пожалуйста, а сколько видео в количественном отношении у тебя уже выложено? На канале порядка 200 видео 200 видео, это, значит, еще раз, сколько лет уже? Два года Два года, два года, 200 видео Ну, в общем-то, это неплохо, и заработать такое количество подписчиков Это, конечно, подсчет А количество просмотров, есть подсчет? По 200-300 тысяч У каждого видео? Да И одно видео есть миллион Ну, то есть, скажи, пожалуйста, а телевидение какое-нибудь ты смотришь? Мне просто интересно, молодежь сегодня к телевидению какое-то отношение имеет? Или все в интернете? Практически все в интернете Нет, послушай, а по телевизору тоже есть программы для стиля и так далее Ты берешь это откуда? Ты просто пробуешь на себе, ты же где-то этому научилась Ну, я курсы визажиста прошла А так я смотрю, когда мне что-то нравится Ну, редко телевизорно смотрю, да Если приходит какая-то идея, то я беру с него Милен, молодец Большое тебе спасибо Мы желаем тебе удачи, больше подписчиков, узнаваемости И чтобы ты осуществил свою мечту Спасибо большое Напоминаем, что у нас в гостях была блогер Милена Чижова На этом все, спасибо огромное за просмотр Надеюсь, вам понравилось На самом деле, мне довольно-таки понравилось Я всегда мечтала попасть на телевидение Прям в какую-нибудь передачу И это произошло, это нереальные эмоции Хоть я и переживала, и это здорово Я дала хоть и небольшое интервью И да, в общем-то Пускай ваши мечты сбываются Пишите, что вы об этом думаете И там все очень добрые Весь персонал, тому подобное Обраты меня тоже привезли Прям на машинке На которой написано ТРК-24 мир Прям я такая, типа Амахасла на машинке такой Вот И сейчас 8 часов Но я лягу спать Потому что я заснула Где-то в 12 Специально постаралась пораньше Не как обычно Но я встала в 5 Поэтому я сказала Вот И на этом все Я не буду вас задерживать Надеюсь, вам понравился Такой мой краткий обзор Моего похода на телевидение На этом все Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok